Русские католики Ситуации, современной ситуации, связанной с русским католичеством, мы не видим. Конечно, в России есть католическая церковь, но там разные национальные этнические группы. Это как бы кусок, часть Вселенской католической церкви, как она сама считает, представленная в России. Значит, русское католичество – это какая-то близкая, но другая история, возможно, входящая в общую картинку, но имеющая свою историческую субъектность. Ну, русские католики, начнем с простого. Конечно, в истории христианства, тем более в истории христианства нового времени, постоянно происходили какие-то события, когда люди меняли свою конфессиональную ориентацию. Ну, раньше это было, скажем так, в Средневековье с трудом, возможно. Потом что-то такое произошло в европейской культуре, что предполагало некий такой свободный выбор. Ну, и таких случаев полным-полно. Протестанты переходили в католичество, католики в протестантизм, православные переходили и в протестантизм, и в католичество. И вот такие же русские православные и формировали изначальные ряды русских католиков. Ну, скажем так, с конца 17 века. Диакон Петр Артемьев, Палладий Роговский. Вот это были первые русские кандидатуры, православные, которые кто открыто, кто тайно, полутайно принимали католичество. Петр Артемьев, диакон, поплатился за это на Соловках. Другие же как-то так умудрялись уйти из-под удара. По одной простой причине, что тогда любой переход в иное исповедание из православия в Российской империи считался уголовным преступлением. Был знаменитый шут Голицын, были разные персонажи в 18 веке, которые совершали этот переход. Никакого русского католичества мы не видим. Отдельные кандидатуры, отдельные случаи, кейсы, которые мы можем рассматривать. Интересные перемены происходят в 19 веке. Конечно же, да, все это связано с какими-то культурными и религиозными трендами, приходящими из Европы. Собственно, закончился, по сути, закончился век просвещения. Закончился он катастрофой, кровавой катастрофой французской революции. Вот чувство того, что мы созидаем новый мир, вот он уже близок, вот этот вот такой возбужденный прогрессизм, да, политический, он не предполагал практически никакой религиозной подоплеки. Религия как бы была на втором, на третьем месте. Да, она хороша, но для определенных целей. Но все равно будущее не за религией. Конечно, это прогрессистское умонастроение у нас останется и в 19 веке, даже образует свой такой почти лидирующий тренд. Но с романтической культурой приходит и вот эта религиозная чувствительность. И в Россию, особенно в Александровское время, попадают, ну, представители, скажем так, тех религиозных течений, европейские, которые раньше сюда не забредали. И католичество становится, ну, своего рода, даже такой светской модой. Этой моде можно было следовать, ну, так, как следует моде. Читать книжки, обсуждать их, да, западную мистику. Это было необычайно популярно в Александровское время. Но вот чтобы решиться на открытый переход, это оставалось все равно, в общем-то, таким крайне сложным решением. И вот вам Петр Яковлевич Чаадаев, который, как никто, да, в истории русской мысли говорил о проблемах России. О том, что мы безнадежно отстали от западного пути, о том, что мы ничего не созидали, ничего не производили. И все время сравнивал, да, российскую ситуацию с западноевропейской цивилизацией, которую создавала, как он считал, католическая церковь. Как католичество, как некий мощный фактор, актор, да, работающий в европейской истории. Но при этом сам Чаадаев никогда католиком не был. Более того, когда один из друзей его спросил об этом письме, ну, типа, Петр Яковлевич Голубчик, а вы, часом, не католик, да, сказал, батенька помилуйте, слишком тяжел этот крест, он не решился. Но вот уже в то время появляются русские католики в какой-то такой прогрессирующей тенденции. Владимир Печерин, да, которому было душно в Николаевской России, он мечтал о каких-то европейских свободах, о какой-то особой жизни, он буквально рванул на запад, пользуясь минимальной возможностью, да, пансионер академии университетского, да, человек, которого послали, и уходит, как бы, с концами. Долгое время занимается, там, исследованием всего, что только можно было, да, найти в Европе, и, наконец, становится католиком. Дальше больше появляется группа русских иезуитов, которые возглавляет князь Иван Сергеевич Гагарин. Это русские, принявшие католичество, но решившие дойти, как и всякие русские люди, до сути, то есть стать иезуитами. Это была очень интересная группа, они много писали, думали, работали, создали Кирилл Мефодиевское общество. Гагарин основал журнал «Этюд», французский журнал, который до сих пор существует, но не в гагаринском таком, да, проекте, а уже совершенно в другом, это иезуитский журнал. Много написали, многое сделали, и вот, собственно, с них, наверное, начинается вот то самое русское католичество, о котором мы сейчас говорим. А потом приходит Владимир Сергеевич Соловьев. Мы знаем, да, что Соловьев – это величина первого плана в истории русской философии, русской мысли, и Соловьев приходит своим собственным путем к необходимости осознания, да, вот того, что в себя представляет Россия, ее исторический путь, безусловно, великий путь. Соловьев всегда был таким, ну, скажем, империалистом, но не в марксистском понимании, да, а вот понимание того, что Российская империя – это, ну, будущее, да, она должна сказать свое слово. Но его всерьез занимал религиозный вопрос. И с позиции славянофилов, изначально критиковавших, да, как мы знаем, упаднический запад, он переходит совершенно в другую сторону, да. Противоположный полюс доказывает, ну, исконное, да, значение Рима в судьбах европейской цивилизации, в судьбах России. Он пытается построить свой теократический проект, пишет книги, причем не только пишет теоретические обоснования своей всемирной теократии, в которой ключевую роль будет играть российский император, римский папа и кто-то еще из каких-то пророческих фигур, да, но и ездит, доказывает, встречается, пытается, как бы, да, вот уже подготовить почву. Это неудача. Его не поняли. В православном мире это понятно, но и не поняли в католическом мире. Папа Лев XIII, который получает от Соловьева такой программный документ, говорит, ну, идея прекрасная, но вещь совершенно невозможная, если не случится чудо. И Соловьев как бы отходит от своей теократии разочарован. Однако, ну, на самом деле, как бы это небольшой, но очень плодотворный период в его жизни. К 90-м годам он уже совершенно иначе смотрит на все эти вещи. Но происходит странное событие. В 1896 году он причащается в домовой церкви, кстати, у первого русского католического священника, собственно, жившего в России, и приносит католическое исповедание веры, включающие тридентские символы веры. Очень странное событие. Но, тем не менее, оно происходит. Об этом, кстати, не знают при жизни Соловьева. Все становится как бы известным, правда, раскрывается уже впоследствии. И вот те люди, которые потом уже заявили о себе как о русских католиках в каком-то таком системном виде, как раз и считают Соловьева своим основоположником и даже католиком. Хотя, конечно, на это событие можно посмотреть по-разному. Практикующим католиком Соловьев не становится. Однако, его ближайшая корреспондентка, можно сказать, очень близкий ему человек по роду мысли, Лизаета Григорьевна Волконская, практикующая русская католичка. И в Петербурге, в высших сферах, в общем-то, есть такое полутайное католическое общество. Уже тогда, да, вот какая-то создавалась внутрироссийская проблематика. Русское католичество в таком системном, церковном плане начинается с имени Леонида Ивановича Федорова, русского семинариста, петербуржца, который вдруг принимает какое-то решение и движется на Запад за своей религиозной правдой. И на этом пути он встречает греко-католического митрополита Галецкого, архиепископа Львова Андрея Шептицкого. И они сходятся. У них сходные идеи, сходные взгляды на Россию, на православие, на возможности объединения с Римом. Но Федоров идет своим каким-то путем. Хотя он все время находится под патронатом митрополита Андрея Шептицкого. И в конце концов он даже становится его экзархом, то есть представителем в России. К тому времени он уже заканчивает католическую семинарию, он становится священником. И вот именно ему предстоит организовать первые церковные группы русских католиков в Петрограде. Затем они появляются и в Москве. Это немножко другая история, но так или иначе связь между Петроградом и Москвой сохраняется. Так что хотели эти русские католики, которые действовали в согласии с Леонидом Федоровым? Естественно, они не мечтали ни о каком церковно-политическом пакте. Где вот, например, российский патриарх, которого, кстати, не было, был святейший сенат, но глава русской церкви и римский епископ заключают какой-то договор, и кто-то становится главным. Конечно, римский епископ мы понимаем. Нет. Мысль была иная. Она как раз развивалась в понтификат Папы Льва XIII. Собственно, того папы, которым заканчивается XIX век. Что для православия, как для традиции, для уклада, для церковной культуры, мысль о том, что можно принять главенство Рима, вовсе не противоречит основам. То есть вот все православие вполне закономерно и органично интегрируется в католическую схему. И тому пример восточные католические патриархаты на Ближнем Востоке прежде всего. Вот как раз эти первые группы хотели быть такими парламентариями, что ли, да? Такими примерами, кауза экземплярис, как они сами себе говорили. Смотрите, можно во всем сохранять верность православию, но при этом принимать Рим как церковный центр, да? Центру монетатис. Мы стопроцентно православные. Мы также служим. Мы также говорим. Да, мы не на йоту, ни на шаг, ни от чего отступаем. Ну, мы католики. Для нас папа – это духовный пастырь, верховный духовный пастырь. Именно с таким посланием, да, обращенным к православию, они и пытались вот как-то начать свою деятельность. Ну, это уже были, собственно, последние годы существования Российской империи. Что-то им удавалось. И были какие-то встречные шаги со стороны православных иерархов. Была какая-то заинтересованность. Она, конечно, была не такая открытая, но так или иначе, что-то завязывалось в ту пору. Затем революция, все события, которые с этим связаны, антирелигиозная политика новых властей, репрессии, жестокие репрессии с самого начала. И они коснулись этих репрессий православных, в первую очередь, но также и католиков, в том числе и русских католиков. Потому что, конечно, для большевистского правительства это все были агенты Ватикана, представители враждебной политической реальности. И в этом смысле, конечно, эти малочисленные русские католики, эти группы, поплатились в полной мере. Ссылки, лагеря, расстрелы. Но при этом русское католичество продолжилось в эмиграции. В этом смысле еще появляется некая новая задача, которую формулирует Ватикан. Ватикан, святой престол, центр католической церкви, помощь русским эмигрантам, гуманитарная помощь, но при этом и пастырская работа. Вот их сейчас, именно в этот критический момент, можно убедить, что ничего страшного, ничего противоречащего их религиозному взглядам, их религиозному православному миру нет в принятии первенства римского епископа. Они могут быть католиками, это очень просто. И Ватикан разворачивает целую сеть и гуманитарных каких-то предприятий, а также и сеть русских католических приходов, где идет вот такая работа с русскими эмигрантами. Кто-то из эмигрантов действительно становится католиком, большая часть, конечно, не принимает этого предложения, но это был очень интересный опыт. Этот опыт был продолжен после Второй мировой войны. И вот тут возникает еще одно очень интересное явление, собственно, такое просветительское предприятие русских католиков, как издательство «Жизнь с Богом» в Брюсселе. Это издательство аккумулирует наследие русского католичества. Конечно, в авангарде идет Соловьев, там переиздается полное собрание сочинений Соловьева, выпускаются какие-то работы о Соловьеве, о взглядах и так далее. Но тут приходит Второй Тиканский собор, и начинается эпоха экуменизма. И именно вот эта вот рабочая группа, этого издательства и шире какая-то вот периферия, да, симпатизирующих этому делу, начинает новую эпоху. Для них уже будущее, да, вот этот экуменический прогресс, контакты с православием – это новая возможность для вот этой Соловьевской идеи. Появляется новая перспектива, контакты с православием, экуменический диалог, Соловьевские начала дают новую надежду русскому католичеству. Наступит момент, когда Россия станет свободной политически, религиозно, и тогда, наверное, свершится то чудо, которое было невозможно раньше. Православные католики протянут руки друг к другу, русское католичество внесет свой вклад, и это как бы вот все войдет в какую-то новую такую вот перспективу. И именно ради этого работали эти люди, и не только в Брюсселе, где располагалось создательство «Жизнь с Богом», еще в других центрах. Они ожидали, когда откроется Россия и когда произойдут политические перемены. Но произошло несколько иное, о чем думали, ради чего работали, о чем молились эти люди. Появились новые проблемы, появилось новое напряжение в отношениях между католической церковью и православной церковью, не только, кстати, в России. Их вклад, как говорят, пришелся немножко не ко времени, как бы он не был воспринят так, как они этого желали. Однако в те же 90-е годы вот эти вот русские католики именно православного, восточного, византийского обряда появляются и в самой России. Возникают маленькие общины, совсем маленькие общины по образцу того, что было в начале 20 века, когда движение русских католиков возглавлял священник Леонид Федоров. Они восприняли эту федоровскую идею и стали развивать ее как бы уже в новом контексте. Но надо сказать, что к тому времени вот то, на что надеялись, чего ожидали от этого движения, в общем-то уже оказалось невостребованным. Новая ситуация, новая эпоха. И вот это вот русское католичество со своей идеей оказалось, ну, интересно для некоторых, но по большому счету, конечно, это уже была, скажем так, археология. Но нашлись адепты этого, люди, которые как бы вновь вот пытались развить наследие своих предшественников. Поэтому русская католическая идея, именно идея, составляющая суть, основу вот этого послания, которое несли русские католики, живет. Мы слышим, мы можем найти это, мы можем понять, что это такое. И это некий вызов, конечно, обращенный и к современному православию, но и к современному католичеству в том числе. Ну, не такой громкий, конечно, да, по своей силе вызов, но он звучит. И в этом вызове мы видим и проблему русской церковной истории, да, это вопрос о причастности русского православия, русской церкви, вот к тому расколу, который когда-то произошел между Римом и Константинополем. Хорошо, а Россия-то при чем? Она никак не была задействована, Русь, да, никак не была задействована в этих процессах. Значит, мы-то, что мы вот, несем этот исторический груз, или мы можем как-то более свободно относиться вот к этой проблеме, считая ее исключительно проблемой отношения Рима и Константинополя? Это проблема русской религиозной культуры, которая всегда была изолирована от западного, да, христианства. Много проблем вмещает в себя вот эта русская католическая идея и пытается по-своему их разрешить. Так что я думаю, какое-то будущее у русской католической идеи все же есть.